И ёпчиково, ребята, всем привет, я как всегда, я Градус, и я остался дома один, а родители ушли в ресторан, и ко мне должны прийти две няньки. А почему именно две? А потому что одна никогда не может со мной справиться. Ну что ж, предновогодние праздники, надо хорошо поработать, а потом классно отдохнуть. Почему перед Новым Годом всегда так много работы? Бесит! Да ладно тебе, всё будет нормально. Сейчас потрудимся немножко, а потом родных подарками обрадуем. Да каков всё будет хорошо? Ты слышал об этой семье, которая живёт в этом доме? Какая у них там фамилия? Термометры, а их ребёнок просто ища Диана какой-то. Не накручивай, к любому ребёнку есть подход. Да как собрать этот кубик Рубика? Никогда не умел его собирать. У кого-то получалось его хоть раз в жизни собрать? О, кажется няньки пришли. Ха-ха, сегодня повеселимся. Но перед началом этой вечеринки, я думаю, стоит влепить лайк и подписаться на канал, если вы тут впервые. А я пойду сейчас устрою им сладкую жизнь. Здрасте! Привет, малыш! Как поживаешь? Привет! Очень замечательно! Только вот, я хочу играть, бегать, гулять, есть и всё-всё-всё-всё сразу. Я же тебе говорила, я знала, что так и будет с самого начала. Это неугомонный ребёнок, что сейчас с 8 часов вечера обнюсь. Так, помолчи. Обню энергии хоть и избавляй. Не урчи, не урчи. Малыш, всё по порядку, всё успеем, всё будет классно, не переживай. Сейчас я хочу задать тебе простой вопрос. Ты голоден? Да, я хочу есть. Ну что ж, самое время сообразить, ему покушать. Ладно, сейчас я гляну в холодильник. Холодильник! Тоже оливье фоним ему. Не достаю. Холодильник. Это иди, убери его, убери. Не, ты вредная. Малыш, эта тётя справится сама. Ты можешь посидеть, отдохнуть на чиле, не понимаешь? Так, что у нас тут? Ты вредная. Хочу-чу-почу, в холодильнике. Люцик, иди кусай их. Не кусай их, собачка. Всё будет хорошо. Хватит агрессировать, малыш. Мы тебе хорошее дело хотим сделать, покормить вкусное, а ты ругаешься. Я пошёл играться вниз со своей летучей мышью. Здесь есть самые свежие овощи. Так, возьмём этот протухший помидорчик. Что ты себе думаешь? Как ты можешь? Это же ребёнок, его нельзя так травить. Да, чего ты взял, что я собираюсь его травить? Слушай, иди пригляди за малым, а я сделаю ужин. Я тебя слышу. Ты хочешь дать ему протухший помидор и молоко? Хочу виноград! Хочу виноград! Хочу виноград! Слушай, что он там разорался? Иди, проверь его, серьёзно. А сейчас, сейчас, без вопросов. Хочу виноград! Так, тихо, не суетись. Сейчас всё будет. Тётенька застарается, я хочу разобраться, чем ты тут играешься, развлекаешься, у тебя классная утка. Укора Новый Год, я жду Деда Мороза, который подарит мне кучу подарков. Я себя вёл очень хорошо и даже взорвал всего лишь два дома в этом году. А обычно сколько взрываешь? 15 деревень за сутки. О, получается прогресс реальный. Ты красавчик, малыш. Слушай, чем ты тут вообще играешься больше всего? Утёнок, это моя любимая игрушка. У тебя такая же на поясе, я вижу, ты фанат уток, а я, между прочим, ну, как ты можешь заметить, утка настоящая. Смотри, хочешь, плюв сделаю больше. Давай, ты мне сразу понравился. А это моя летучая мысль. Её зовут... Я знаю, малыши любят сладости разные, вкусненькие. Вот, у меня есть леденец, он полезный, натуральный. Только не говори другой няньке, а то она сама его злобать хотела. Нет, я его съем быстро, быстро, быстро. Сейчас, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, ужин готов. А ну, быстро жрать сюда пришёл. Эээ, чё она так обращается? Я сейчас... Да я совершенно не понимаю. У меня собака есть, если мне что-то не понравится, она вас покусает. Почему я ещё не поел? Я из-за того, что уже долго не ел, чувствую себя усталым и невезучим. Ой, прости, садись за стол, я тебе сейчас дам твои любимые роллы. Только вот это особый японский рецепт, держи. Ам-ням-ням-ням-ням-ням, обожаю роллы, обожаю роллы. Протухшая рыба, стоп, что? Ты меня отравила? Люцик, вас, Люцик, ты где? А, Люцик, ты где? Её мы выгнали, всё хорошо. Теперь можно, ой, обратно возвращаться. Сиди и не пускай её. А, чё там? Так, Руня, сейчас всё устаканится. Ты пока не лезь, уйди вон на лавочке посиди, там, книжку почитай, не знаю, в инстаграме посиди. Этой злой тётке места не будет в моём доме. Придашь малому подарок от меня? Какой? Таракана. Я всё слышу. Забери свою гадость себе. Эх, ладно, надо теперь нормально тебя накормить. А то эти издевательства, мне кажется, неадекватными. Пипи молочка для начала, чтобы вот эту всю заразу из себя вывести. Оно полезно, восстанавливает, так сказать, силы. Это, это даже лучше, чем суши. Вкусно, но при этом эта рыба не сырая, а запечённая. Тем более ты любишь рыбку. О, такое я хочу съесть, да. А ещё можно потом после еды чётенько покушать апельсиночку. Нормально. Но я не наелся. Капец ты едок жёсткий. Ну давай я тебе дам маффин, вот, у меня есть, и посмотрю, что тут ещё в холодильнике. Буду ждать, пока всё приготовишь, а я пойду ещё поиграть. Можно собрать, в принципе, армию своих игрушек механизированных и захватить их в рабство. Прикольная идея, мне нравится. Блин, я так и не наелся. Меня даже две няньки нормально прокормить не смогут. Ты снова пришла? Да, это моя работа. И знаешь, я тут это, хотела извиниться перед тобой, подарок тебе вот принесла. О, молодец, подарок это хорошо. Я могу сойти ведь, да? Да, конечно могу, спасибо, Люцик. Вот, смотри, будь аккуратен, эмм, держи. Я хочу его открыть, но я голодный. Так, смотри, я тебе блинчиков сварганил, они очень вкусные. Вот. Такую я тоже люблю. О, о, какие классные блины. У меня теперь куча положительных эффектов, и теперь я стал сильнее. И теперь я могу её убить, если она мне не нравится. Господи, неугованный ребёнок, я тебе подарок принесла. Где мой подарок? А ну-ка, что там в подарке? Э, лягушка! На тебя чем-то похоже. Люцик! Ой, чёрт, 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 чёрт. Зачем ты так издеваешься над ребёнком-то? Так, ну накормить мы тебя накормили. Ну, я в большую степень, конечно, накормил. Теперь надо заняться следующим делом. Мне скучно! Хочу смотреть мультики, играть в игры. Хочу, 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 чтобы Люцик съел няньку. Короче, Руня, он выбрал развлекаться с тобой. В смысле? Развлекаться, это где меня собака сажать должна? Давай! Ты не оставишь меня с этим, тираном! Иди к нему в игровую, вниз, спускайся. Слушай, Джек, если ты через полчаса... Я тебе сказал! ...знай, что всё плохо. Родители где-то спрятали пульт от телека, а я хочу мультики посмотреть, поэтому, пожалуйста. Ты хочешь мультики посмотреть? Господи, я найду тебе этот пульт, чтобы ты оставил меня в покое. Так, где он может быть? Да, лучше уж так, чем с тобой сидеть. Какой ужасный ребёнок, где может быть чёртов пульт? Какой телевизор? Его родители попросили, наоборот, отвлечь его, занять его чем-то полезным, интересным. Он и так до 4 на 7 в амбелике сидит, ютубы свои там смотрит. А ещё, нам нужно с ним обязательно погулять. Его родители просили вывезти на свежий воздух. Ладно, ладно, не ворчи, поиграю я с ним, и иди, и я не знаю... Так, слушай, малой, давай с тобой так. Мышки-фас! Ай, да отстань ты всех в мире хочешь на меня натравить. Предлагаю тебе взаимовыгодные условия. Ты играешься в приставку, я тебя не развлекаю, мы друг друга отдыхаем, мы все счастливы. Как тебе? Пойдёт, главное, чтобы ты ушла с глаз моих долой. Ага, всё, меня нет. Неплохо я так наварился, теперь у меня приставка есть. Так, Руня, я нашёл для него сказки, чтобы спокойно заснуть. Где вы там, я не понял. Блин, она что, поломанная? Она мне подсудила нерабочую приставку, или она разряжена? Так, я не понял, где Руня? Не знаю, она мне дала приставку и сказала, чтобы мы друг друга не видели и отдыхали. Ага, всё понятно. Ленивая она нянька. Надо с ней поговорить сейчас мне. Ты пока знаешь, что сделай? Почитай книжечку, а я пошёл. Книгу? По садовому шуршит большой чёрный джип, за рулём утка и джек, пассажир жир. Эй, вставай! А, э, ты чё, кровать сломал? Ау! Я скажу хозяевам, что это ты сломал, что ты лежала, спала и сломал её с собой. И поверь, мне поверят. Ты так относишься к своей работе безответственно. Угу, чё ещё расскажешь? Тебя не влюбил ни один ребёнок за всё время, пока мы с тобой работаем. Ничего не можешь, ничего не умеешь. Зачем ты вообще у няньки подалась? Кстати, а нормально то, что мы с тобой сейчас выясняем отношения, а малуй один на один с собой, а? Кажется, там квартира горит. Ни хрена не горит, я ему книжку дал. Чё у нас поесть? Я снова проголодался. Молоко, я езжу. Опа, чё за напиток? Газировочка. Ням-ням-ням-ням-ням. Эй! Это нормально то, что мы с тобой сейчас выясняем отношения, а малуй один на один с собой, а? Кажется, там квартира горит. Вот теперь нянькам будет вообще классно. Ой, я горю, я горю, я горю, я горю, я горю. Что творится, какого чёрта? Ой, 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 господи. Туши, туши всё. Чёрт, я немножко переборчил. А, я тебе поговорила. Ныряем в уточку, опа. Всё, мне здесь не было. Да, можно бы лучше станет, это всё равно из-за тебя. Мне кажется, что нам стоит его вывести на свежий воздух, потому что он дуреет уже здесь. Так, иди с ним прогуляйся, а я пока всё подлатаю, починю. А почему опять я? Малой, пошли. Ты с прошлым заданием не смогла справиться. Ты коляска. О, детская площадка, ничего, что мы ночью гуляем. Мне всегда запрещают гулять ночью на детской площадке. Только во дворе. Ну, ты же, я такая хорошая няня, что разрешаю тебе делать всё, что ты хочешь. Ай, позвоночник болит. Ты ударился, круто, молодец. Ты нормальная. Давай в прятки лучше поиграем на детской площадке. А, точно, это вы в прятки. Чур, я тебя ищу. Это это 21. Она меня тут никогда не найдёт. Так, 20, я иду искать. Так, опа, уведомление в телефоне. Чё у нас тут интересного? Ой, это он наконец-то написал. Да-да-да-да. Хм, я всё отремонтировал, как новенькое. Но не очень долго. Ой, уже по режиму спать пора. Так, нужно пойти и позвать их домой. Так, Руня, а где Малой? Да мы с ним в прятки играем. Стоп, Малой, чёрт. Руня, я когда-нибудь от тебя либо табуретку сломаю, либо закопаю, а потом закопаю. Джек, 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 нам нужно звонить в полицию срочно. Да какая полиция нас тогда уволит? Быстрее, ищи. Я туда, уйди туда, я туда, всё. Побежали. Ха-ха, Руня пытается меня найти, но здесь она меня никогда не найдёт, да, друзья? Я бежал в свою половину города, всю. Я тоже своё бежала, его нигде нет, абсолютно, что нам делать? Да что ж такое? Мы облазили каждый уголок этого города. А, подожди, а вдруг он уже не в городе? Чёрт, что это нам делать? Стоять! Подожди, мы не были в одном месте в городе. Мы, кажется, не проверили ещё одно место. Тут листочек. Это, походу, из той книжки. Тут даже написано, по саду мужу шит. Да, это оно. Быстрее, хватай листочки, он где-то здесь. Ой, боже мой, уже спать хочется. Ой, меня, походу, сейчас найдут. Я же почти выиграл. Что ты тут делаешь? А, меня нашли. Чёрт. Это ненормально здесь прятаться, тут небезопасно, это Джеки. А ну, отошёл, свинья! Я вам сейчас всем носы пробью. Зачем ты подошёл к этому аллоу? На, свинья. Пойдём отсюда, давай. Как же я могла его упустить, он был у нас под носом в тюрьме. Джек, пожалуйста, не говори его родителям, где он был, ладно? Ну, теперь у меня с тобой личные счёты. Да, 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 это потом. Давай мы избавимся от этого мелкого и уже потом всё это решим. Что значит избавимся? Спать, просто спать. Так, Руня, слушай и запоминай. Ты понимаешь, что тебя вообще должны посадить за такую безответственность? Всё-таки доберёшь ответственность за ребёнка. Это тебе не шутка. Не знаю, как тебя взяли на эту работу, собственно. Но сейчас попытайся исправить ситуацию и так ужасную. Хотя бы сделай ему какой-то нормальный подарок, а не лягушку. И надо будет уложить его спать. По-человечески, а не битые по голове, как мне кажется, ты захочешь сделать. Чёрт, это же была лучшая часть этой работы, и то ты меня ей лишаешь. Я тебе сказал, как надо сделать твоё дело. Не послушаешься, будешь наказана. Ну что, малыш, пойдём, почитаем книжечки, поиграемся. Я снова проголодался, а у меня опять усталость. О, опять готовить. О, а у меня, кстати, Ру для тебя есть. Вот, держи. О, класс! Ой, я, кстати, часто бывает прямо здесь засыпаю. Ну, слушайте, довольно неплохой вечер. Обычно я даже дом подрываю. Ну, а тут всё спокойно. И, кстати, я что хочу сказать. Вторая нянька, она реально ужасная. Она мало того, что меня потеряла, так ещё мне не нравится с самого начала. Она злая. Это вообще что-то странное. Ну, ты не обращай внимания, в следующий раз будет всё хорошо. Пойдём, собственно, встретим. Это наверняка вторая нянька пришла. И в этот раз я уверен, что будет не лягушка в коробке. Она подарок принесла. И, я надеюсь, не лягушка. Ну, ладно, ладно. Войдите. Я хотела извиниться перед тобой за своё поведение. То, что я тебя потеряла. Все эти конфеты можешь съесть, их у тебя будет кариес. И, да. О, круто! Да, Рунь, надо тебе ещё над речью поработать, но подарок нормальный. Я хочу спать, мне уже всё это надоело. Хочу уже, чтобы наступил следующий день. Ну, тогда пора идти спать. Пусть снимает вот страшилку. Нормально. Крутяк, крутая маска же. Кто-нибудь мне сказку расскажет на ночь. Жил один-один маньяк в этом городе. У него были большие-большие щупальца вместо рук. Ты безнадёжна. Блин, хороший сегодня был день, весёлый. Но тебя всё равно посадят, потому что я всё расскажу, что ты сделала. Спокойной ночи. Спокойной ночи, малыш. Слушай, Джек, ты не можешь на секунду выйти из комнаты. Знаю я. Ты этого малыша уже столько раз обидела. Уметайся. Чёрт, табуретка. Я тебя сейчас мега накачанной рукой с табуреткой накостыряю. Уходи, уходи. Чёрт, чёрт, хватит. Ты увалена. Я считаю, вот это хэппи-энд. Спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Девчим, пока. И всем хороших табуреток.